Позор крымской столицы или историческая изюминка. Район старого города в Симферополе вызывает противоречивые впечатления. Была масса предложений, как исправить ситуацию, начиная от создания туристических маршрутов в этом районе и заканчивая полным сносом старого массива и строительством на этом месте современных домов. Что предпочтительнее для трущоб с богатой историей, попытаемся выяснить у экспертов в студии Ольга Сергеева, член правления Союза архитекторов Крыма, Краевед и Кирилл Бобеев, архитектор, председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым. Кроме того, предлагаю нашим зрителям присоединиться к обсуждению. Звоните в студию по номеру телефона, который вы видите на ваших экранах. Господа, на днях главный архитектор Крыма заявил о возможной реновации старого города. Что подразумевают под собой эти изменения? Вообще, термин «реновация» не так молод, как он стал довольно часто употребляться в средствах массовой информации. На самом деле, реновация — это реконструкция или реставрация объекта, если мы говорим это об архитектуре, с сохранением свойств и структуры. Ну, обновление, по сути, обновление объекта. Да. Если мы проанализируем упоминание этого термина в прессе, в СМИ, в недавнем контексте, то мы сразу увидим, как это происходило в Москве. Допустим, если речь идет о реновации пятиэтажной хрущевской застройки, то сносятся полностью здания, и на их месте вместо пятиэтажей возводятся 15-этажные дома. То есть там идет коэффициент 1 к 3. На мой взгляд, этот термин не совсем в таком контексте применим к старому городу Симферополя. Кирилл, вот насколько я понимаю, они хотят использовать непосредственно этот московский опыт, вот именно московской компании. Давайте простым языком. Что вы предлагаете? У нас условно есть район старого города со своими определенными границами, все мы понимаем. Вот что это? В процентном соотношении нужно его обновлять, реанимировать? Или как? Или частично сносить, частично застраивать, при этом сохраняя культурное наследие? Я понял ваш вопрос, я напишу свою позицию по данному вопросу. Самое ценное, что есть в старом городе, это его история, среда и структура криволинейных улиц. Это сердце города. Наряду с Неаполем Скифским, это так называемый детинец Симферополя. В градостроительстве есть такой термин. И отношение к этому историческому центру, оно является к отношению, по сути, к городу. И, на мой взгляд, конечно, нужно восстанавливать эту структуру улиц, менять здания, но используя тот колорит, который был присущ средневековому татарскому поселению. Ольга, в свое время Эрс Мавлютов предлагал простое решение, но кардинальное в то же время. Просто взять, снести район старого города и там построить новые здания. Насколько это было бы применимо в наших реалиях? Я слышу об этом с 1979 года. Ты приехал сюда 22 апреля 1979 года, я об этом слышу. Но, тем не менее, ничего такого не происходит. Почему? Потому что те, которые приехали и только что увидели, я их прощаю. А вот те, которые живут, и вдруг они вот в кресло... Я снесу. Старый город. Ну, во-первых, давайте забудем навсегда название Старый город. Это Ак-Мечеть, это средневековый район города Симферополя. Это поселение, которое предшествовало городу Симферополю. Оно старше, давайте уже как к старшему относиться к нему. Экономика. Ну, не Апольскивский, давайте тогда уже. Да, экономика еще старше, да. Экономика. Дело в том, что там такое количество людей прописано. И как только они слышат, что там будет снос, они начинают тут же разводиться, жениться. Там огромное количество людей, которые требуют... Ни один инвестор, ну, разве что уже запредельные высоты, такие, как в Нью-Йорке, для того, чтобы отселить все, что прописано, им же надо дать это жилье, и плюс получить еще прибыль. Понимаете? И с этим не справился даже социализм. При социализме Ак-Мечеть стояла под снос. И не только по экономическим соображениям. А каким еще? А разные были, и городостроительная, вот площадь такая в центре города гуляет. Там аспектов было очень много. Но дело в том, что при социализме в общий кошелек складывали все республики. И потом Госплан брал и куда-то перенаправлял. Так вот, не смогли даже при социализме этого сделать. Вы поймите, тут только саморегуляция может быть. Не надо забывать. Что на этой территории, кроме того, что есть определенный национальный колорит, исторический колорит, на этой территории находится концентрация духовных центров наших, этнокультурных, то есть это конфессии. Это греческая конфессия, армянская конфессия, это русская православная церковь, греческая церковь, которая находится на Одесской, армянская церковь, которая разрушена, площадка под нее не занята. Она будет восстановлена, я не сомневаюсь в этом. Мечеть, и сегодня восстановлена караимская кенаса. Все это невозможно экспонировать, и оно перестанет существовать, если уйдет средовое пространство. А мы сейчас не говорим о том, чтобы условно все снести и застроить небоскребами а-ля Москва-Сити. Нет, мы говорим о том, чтобы привести город в нормальный вид, именно этот район города. Но, по сути, позор, позор, не зря называют, старый город равно позор, но не существование самого района, не та самобытность, а вот его состояние, внешний вид. Это не позор района, это, наверное, позор тех людей, которые не в состоянии были все это время решить эту проблему. Кирилл, если мы говорим о сохранении исторического архитектурного облика старого города, учитывая его особенности, этнокультурный колорит, возможно это сделать, просто уделив внимание частным строениям, хибаркам, квартирам на земле, избавившись от них и приведя к единому знаменателю? Конечно, это сделать возможно. Можно привести массу примеров из мировой архитектуры, тот же Тбилиси, чего далеко ходить, и в Паторе, все мы знаем, которые имеют вот эти старые образования, которые превращены в изюминку, в историко-культурные маршруты там проходят по этим городам, и как раз эти образования, они знакомят жителей города и гостей с культурой города. То, как это сделать, ну, первое, это нужно начать с концепции, то есть проработать концептуальный проект. Это довольно сложный будет проект, который будет учитывать много факторов, начиная от социального, да, нужно будет получить социальный отклик от жителей этого образования, заканчивая там архитектурно-планировочным, проработкой дизайн-кода, высотности зданий, ну и так далее. Ну, если мы говорим, вот мы говорим о социальном отклике, да, Ольга, в принципе, она озвучила, что многие жители старого города против того, чтобы какие-то изменения касались этого района? Нет, я не думаю, что они будут против, если им будут улучшать фасады, менять кровлю, да, со старую на новую. Конечно, часть этих затрат должна взять на себя администрация, либо инвестор какой-то, да. Я уверен, нас смотрят жители старого города, вот я предлагаю телезрителям, кто проживает в этом районе, все-таки позвоните, выскажите свое мнение по этому вопросу, за вы или против. Ольга, действительно, вы сказали, что многие не радеют за то, чтобы вот кардинально менять облик старого города, я имею в виду из тех людей, которые проживают в этом районе. Так вообще, если по-честному, то все бы хотели жить на этой территории в хороших условиях. Вот так. Но это очень сложная задача. Будем говорить так, что город этот будет изменяться. Будет. Но колорит его... И сейчас вообще, видите, вот известный такой архитектор 20 века, Фрэнк Ллойд Райт, он сказал, настоящая архитектура начинается там, где мы можем себя максимально ограничить. И вот если в Симферополе просто надо взять планшет и отметить, вот это под реставрацию, это под реконструкцию, это под снос, это стоит денег, это называется историко-культурный опорный план. Я вот вам вдогонку скажу, угол... Все мы знаем, да, те знания, здания, в которых там проживали известные личности, или те здания, которые вы уже перечислили, ряд из них, которые несут историческую, религиозную составляющую, да, историю. Но есть, допустим, угол Краснознамена Сергея Ваценского. Здание, предположительно, это вот Тикея Дервишей. Одно из. И по факту там свалка. Вот сюда приходили тоже специалисты из профильного комитета, а они вот не знали о том, что такое здание есть на учете, его, по сути, может есть, может нет, вот так вот они ответили. А как быть с этим, если по факту даже нет определенного перечня этих объектов, да, имеющих значение? Конечно, эта работа 79-го года не утверждена. Я автор этой работы. Причем я автор корректировок этой работы. Но когда дело доходит до утверждения, вдруг оказывается, что те люди, которым мы доверили судьбу города, голосуют за них. Мы голосуем за них. Мы, оказывается, что они против. А почему? Чем вызваны их позиции? А потому что есть потребительский интерес. Есть потребительский интерес. Ну, то есть, что для бизнеса главное? Место, место и место. Правильно? Вот за ним он в угоду этим коммерческим задачам. Ну, я понимаю, что вот эти ограничения, они их каким-то образом дискомфортны. Ну, здесь вопрос спорный, потому что здесь могут, допустим, прийти более серьезные коммерческие структуры, если мы говорим об обновлении старого города и строительстве, да, и размещении каких-то там объектов, в том числе инфраструктуры и торговых каких-то помещений. Может быть, так и будет выгодно. Ну, не знаю. Вот вы сказали, позор или жемчужина. Позор-то в чем? Что мы к жемчужине так относимся? Вот в чем позор. Это одновременное явление. Есть жемчужина, есть позор. Ну, это, собственно, то, о чем я сказал не так давно. Кирилл, вот действительно, вы упомянули опыт Евпатории, да? Просто, наверное, идеальное решение. Новый Иерусалим, маршрут, да? Я сам часто там бываю, просто у меня вот прям душа за евпаторийцев радуется. Они просто здорово все сделали, прекрасно. Туристы интересуются, прям новую жизнь дали старому городу. В нашем случае, возможно ли пойти по пути туристической составляющей и вот обновить старый город таким образом? Конечно, возможно. Это не только Евпаторий. Если мы возьмем любой европейский город, то все основные маршруты туристические, они проложены именно в центральной части старого города. Да, если каждый задаст себе вопрос, когда он выезжает в какой-то другой город, для того, чтобы познакомиться с ним, то, наверное, не лукавая, каждый ответит, что это, конечно, историческая часть города. Никто не едет смотреть на окраины. Поэтому, ну, вот именно от качества проработки архитектурных решений этого проекта, этой концепции, да, которая должна быть первая в осмыслении этого пространства, ну, и заложено 99% успеха. Ну, я предлагаю поинтересоваться мнением. У нас как раз есть звоночек. Добрый вечер. Ага, видимо, что-то сорвалось. Но в любом случае, продолжая, да, практику не только евпаторийскую, да, российскую, но и, наверное, всемирную обсуждать, да, когда можно исторические площадки обновлять под туристические маршруты, да. Но в этом случае, опять же, мы же не можем показывать вот эти, не раз их называли многие деятели шалманами, да, действительно, вот эти трущобы и на фоне них какую-то достопримечательность. Так и есть. То есть в любом случае придется решать вопрос в плане сноса, да, этих сибарок. Ну, замена, замена, конечно, ветхого, то, что завалилось, то, что изуродовано, это все надо реконструировать. Что предпочтительнее в этом случае просто предоставить новое жилье где-то жителям старого города или все-таки как-то строить и для них непосредственно вот на старом месте? Я тут о другом думаю. Откуда у нас тут туристы так? Если мы не придумаем вообще, чем мы это насытим, вот этот район, а ведь он уже перестанет быть этнокультурным. Нет, ну и в Патуре, наверное, тоже в старом городе не всегда были туристы. Они там вот накупались в море. Ну да, согласен. Они у нас в море. А вы не забывайте, что все туристы едут в курортные регионы через Симферополь, как правило. К морю едут. К морю, но через Симферополь. Не задерживаются. Сейчас немножко поменялась структура вообще туристического потока. Если раньше это было север-юг, то сейчас это восток. Но Ялта по-прежнему актуальна, и она лидирует в топе. Когда будет достроена трасса Таврида, то есть в Симферополе поток не будет оставаться. Он будет просто мимо проезжать. И поэтому правильно... Хорошо, Кирилл, но вы только что сказали, что правильно будет развивать в туристическом направлении. И тут же вот... Нет, это один из аспектов. Это если будет какое-то туристическое... Это надо создать. Если у нас есть старый город, и мы можем... Там уже есть готовые объекты, которые могут заинтересовать потенциально туристов. Если создать правильную инфраструктуру и, по сути, вычистить эти трущобы, то почему туристы туда не поедут? Наша задача привлечь их в таком случае? Надо думать, почему. Вот Чернополе, вы все слышали. Туда едут, когда праздник. Правильно же, да? Неудобно. Дорого. Но туда едут. Почему? Потому что это интересно. Вот так же точно Симферополь сегодня должен серьезно задуматься. Что же здесь будет? В Мексику едут на карнавал. Вообще. В Бразилию. Там вообще на архитектуру никто не смотрит. Хорошо. Отвергая, предлагайте. Вот вы говорите, что нет, не то, не это, не все. А вот ваше решение идеальное. Надо переосмысливать. Но вы же говорите, вы с 70 какого-то года занимались разработкой этой концепции. Симферополь очень, вот я смотрю, вот какие особенности населения Симферополя. Они очень любят праздники. То есть у нас должен быть праздник чуть ли не каждый день. Почему? Потому что тогда у нас будет турист поучаствовать в этом празднике. И мы тогда, нам всем будет дело обслужить, накормить, причесать, переодеть, сфотографировать, поднести воды, чего-то. А так нет, вот так не будет, что на нас вот так упала идея. Нет, так не будет. И деньги надо зарабатывать самим, между прочим, и не ждать, когда федеральная целевая программа вдруг к нам придет. Я немного дополню по поводу отселения полного, да, либо оставить жителей на своем месте. Мне кажется, здесь тоже должен быть сбалансированный вопрос. Если полностью всех отселить, то это будет мертвый такой район, бутафория такая, да. Даже если там создать какие-то места притяжения в виде магазинов, лавок, кафе, мне кажется, что там обязательно должна быть жизнь. Люди должны жить там своей жизнью, но, естественно, в новых условиях с канализацией, с водопроводом, да. Но это подразумевает тогда создание новой инфраструктуры, да, учитывая изношенность сетей абсолютно всех. И в этом случае нужно просто вот эту площадку всю перерыть, я правильно понимаю, с точки зрения создания чего-то нового или обновления? Не перерыть там, в первую очередь. Починить надо. Там нет дорог, да, там должны быть дороги из брусчатки, да, которые имитируют как раз вот средневековое мощение, там, фасады, восстановить приемы крымско-татарской архитектуры. Это не так сложно. Вот, ну, если, в принципе, говорить о реновации старого города, все-таки скажу это слово, кстати, не СМИ употребляют, а чиновники нам его подкинули, поэтому используем именно реновацию. Кстати, есть разница реновация, реконструкция, обновление? То есть это три разных слова. Ну, они могут быть синонимами, есть такое понятие? Нет, нет. Это три разных слова. Хорошо, а в чем подразумевается? Вот реконструкция. Это ремонт, да, по сути? Нет, реконструкция это изменение конструкции. Это же другие слова, изменение конструкции и реконструкции. Реконструкция это изменение конструкции. Ре. Ну, как реставрация. Здесь понятно, да, реновация, обновление. А это новое что-то будет, значит, новые включения будут. Ре, ново. То есть, по сути, оно уже само по себе это понятие подразумевает строительство, да, не просто ремонт старых зданий, да, а строительство чего-то нового. Я правильно понимаю, Кирилл? Да, да, это не, если реставрация, это работа в каких-то границах, да, восстановление старого объекта, то реновация, это, естественно, возможные изменения техник, экономических показателей и объемных параметров объекта. Поэтому, вот, мне кажется, именно по отношению к историко-культурному наследию, термина реновация, нужно употреблять более деликатно. Или частичная реновация, да, в этом случае, если там какие-то участки будут. Будет отреставрировано. Смотрите, я думаю, что ответ там, где история города, вот создание истории, это административный центр, он и остается административным, и будет административным. Далее идет деловой центр, это банки, заключения сделок, торговые соглашения, вот, деловой центр и культурный центр. И, во-первых, надо посмотреть, а где же мы, ну, сколько караимских пирожков может съесть председатель комиссии по культуре? Ну, там накормят, он не пойдет в старый город-то. То есть нам надо именно, может быть, есть же масса, есть, например, такое направление, как этнотуризм. Может быть, там надо сделать студенческий городок, может быть, надо сделать... Ну, вот, господа, у вас, как у специалистов и экспертов в этой области, есть масса идей. Вы предлагали их администрации? Да, обсуждаем мы постоянно эту тему. Ну, так это, а кому там предлагают? Там главного архитектора нет. Существуют определенные рычаги. Если администрация этот вопрос затевает, стимулирует, или если это исходит от главного архитектора Крыма, есть, ну, такой распространенный инструмент, как архитектурный конкурс. Можно объявить конкурс идей, да, и собрать лучшие идеи, там, со всей страны, я не знаю, международный конкурс можно объявить и так далее. Эта тема очень интересная, и очень, конечно, многое будет зависеть от того, как прописать техническое задание, но это один из решений вопросов, на мой взгляд. Должно быть культура. У меня должен быть социальный запрос. Если его нет... То есть, если людям это на сегодня не нужно, да, то... Да. К сожалению, мы не смогли узнать мнение людей, у нас вот, видно, карма такая у старого города, порядка десяти звонков, и мне вот редактор говорит, что все сорвались. Но, видимо, действительно, что-то с энергетикой старого города не то, но будем надеяться, что все-таки это изменится. И депутатский корпус точно так же, это же наше лицо, вот уже мы на них жалуемся, это надо в зеркало смотреть, потому что мы их выбрали, понимаете? Если мы не скажем себе, что мы себя любим, мы себя уважаем, у нас чисто, у нас весело, у нас красиво, у нас весело, и тогда мы будем думать, что же делать, чтобы... Хорошо, вот предложили, да, главный архитектор предложил. Давайте, мол, говорит, изменим. Давайте. Ваши предложения. Я же говорю, что... Ну, можно ждать, пока постучат и скажут там, Ольга, Кирилл, откройте, какие у вас предложения. А можно, пожалуйста, отправить письмо коллективное от Союза архитекторов, все что угодно. Нет разы, Кирилл? Вы предлагали свои услуги или вы ждете, когда обратятся к вам как специалист? Обычно это не так работает. Мы можем предлагать, у меня очень много проектов, когда я предлагаю, да, за счет личного времени, за счет времени других людей, которых я привлекаю, а потом это просто выкидывается в корзинную яму, мусорную яму, да, и никаким образом не используется. Поэтому, ну, здесь, конечно, очень важна позиция власти в этом вопросе и как этот разговор будет поставлен сверху. Ну, мы будем надеяться, что этот эфир, да, каким-то образом повлияет на компетентных чиновников, которые обратятся к компетентным специалистам. А я вообще верю в сегодняшнего руководителя администрации Симферополя. Потому что на Грессе у нее порядок. Ну, осталось дождаться главного архитектора, я так понимаю. Вот, я думаю, что она это решение примет. Нет. И историко-культурный опорный план, наконец-то, будет составлен. И регламент, и застройки. Все это несложно сделать. Вот. И тем не менее, 76-го года, да, вы говорите? 79-го. 79-го. Да, но я верю. Господа, ну, как бы там ни было, старому городу действительно необходимо дать новое будущее, но при этом с учетом сохранения, безусловно, его прошлого. Господа, вас благодарю за беседу, зрители, за внимание. Увидимся на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.